Все мы бабы-стервы, милый бог с тобой! Девочки! Девочки, я уже в театре! Фемёры, костюмёры! Я уже... Танечка, вы! Таня, я так рада, что мы сегодня с вами работаем, я так устала уже! Таня, а какую я сегодня стерву играю? А? Да, Танечка, это у мужчин амплуа, подлый убийца, герой-любовник. А у женщины стерва, что бы ни играло, стерва, только всё от возраста зависит. Стерва молодая, стерва в возрасте и стерва потоптанная. У нас сегодня Гамлет. Танечка, мне кажется, что он меня не любит. Ну, потому что всегда между словами «королева-мать» он вставляет ещё два слова. Боже мой, я... Кто к нам пришёл? Юное дарование! Очаровательная Анжела! Что вы говорите? Мы с вами снимаемся вместе в кино? А почему я ничего не знаю? А как называется фильм? Сказка о твой царевне и семье богатырях. И кого же там я играю, интересно? Королеву? Царевну? Или коня, деточка? Господи, боже мой. Танечка, Танечка, нарисуйте мне лицо, пожалуйста. Займитесь, Танечка, моим лицом. Пока я не нарисована, я как вампир не отражаюсь в зеркале. Что, Анжела, вы будете играть царевну? Браво! Я счастлива! Юная царевна Анжела, ваши поклонники будут в восторге видеть вас в гробу. Пускай даже в хрустальном. Господи, как я выгляжу. Что-то надо делать с этим лицом. Уже ничего не поможет. А почему бы мне не сыграть королеву? Танечка! А вы помните, в одном спектакле я играла и бабушку, и внучку? Вы помните, как у меня стягивали волосы на затылке, и у меня становилось лицо просто как у младенца. А потом отпускали. Вы это помните? У меня уши несколько раз за спектакль встречались, то на затылке, то на лбу. Что вы хотели еще сказать, девочка? Что вы говорите? Все время вы кого-то цитируете. Ну и что? Вот вы мне скажите, что вам сказала Фаина Георгиевна ранее? И что? Сняться в плохом в кино все равно, что плюнуть в вечность. Это кого вы хотите удивить? Анжелочка сегодня в сторону вечности плюют из бронзбойда. И, между прочим, наша доля там тоже есть. Что вы сказали? У вас в животе ребенок, деточка. А почему вы скрывали? Почему? Это же не геморрой. Это по-любому проявится, девочка. Господи, я вам завидую. Я вас поздравляю с бэбиком. Может быть, это главная ваша роль. Что? Борюсик звонит. Муж. Муж ваш. И что? Боже мой, его интересует, от кого ребенок. Деточка, скажите, это больше его волнует или вас? Ах, я, знаете, вас научу. О моем умении обходиться с мужьями ходили легенды. Однажды мой муж застал меня обнаженной на коленях безобразно голого мужчины. Я так орала. Ты нам мешаешь репетировать. Мы играем сцену в раю. Ты не видишь, я Ева, он Адам. Он орал, где яблоко, где змеи-искуситель, где фиговый листок. А я кричала, змеи-искуситель был в бутылке. Яблоком мы закусили. Посмотри на моего Адама. Разве это можно прикрыть фиговым листком? Да, деточка, и я победила, между прочим. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, когда будет звонить ваш Борюсик, дайте мне трубку, я сама с ним поговорю. Танечка, Таня, я не понимаю, Таня, что вы хотите? Кто? Какие гастроли? Нам предлагают гастроли? Золотое кольцо. Господи, Господи, золотое кольцо. Я помню Суздаль, я помню Ярославль, прелесть. Поеду, я поеду, Танечка. Скажите, я поеду. Как другой маршрут? Какой, какой, скажите? Большие ляди? Ширяева бухалова? Не знаю. Не знаю, как к этому относиться. Это интерес ко мне растет или падает. Большие ляди. Деточка, поеду. Поеду в большие ляди. Знаете, Танечка, когда приглашают большие ляди в молодости, это обидно. В моем возрасте? В большие ляди? С удовольствием. Только через Бухалова и Ширяева. Так короче. Что, Анжелочка? Борюсик звонит. Что? Что вы расстроились, девочка? Он хочет присутствовать на родах? Ну, дайте я с ним поговорю. Дайте! Алло, Борюсик, солнце мое. Вы хотите присутствовать при родах? Лучше вы присутствовали при зачатии. Не слушайте меня, старая дура. Ну, не слушайте, я пошутила. Послушайте, Боренька, зачем вам присутствовать на родах? Там будет полно народу. Понимаете? Вы все увидите по телевизору. Ну, там будет пресса, там будет... Ну, вам там места просто не найдется. Ну, все. Ну, ждите ее дома. Ждите, я вас целую, солнце мое. А когда врачи вам назначили срок? Когда вы должны родить? Шестого. Шестого марта. Ну, надеюсь, в двенадцати вы справитесь. А в шесть в театр. Да, деточка? Да? Иначе вы выбьетесь из графика. И так всю жизнь. Пока вы нужны, деточка. Мы же себе не принадлежим. Это только зритель решает. Только зритель, деточка, решает. Когда нам рожать? С кем заводить романы? Только зритель решает, как нам стареть. Когда нам умирать? Что, третий звонок, Танечка? А ну, жалочка, собирайтесь. Третий звонок. Вы сегодня Афелия? Я королева мать. Я тоже когда-то играла Афелия. Вы тоже когда-то сыграете королеву мать. Этот процесс необратим, деточка. Ну, что? Третий звонок. Берите шлейф своей королевы и вперед на сцену, девочки.